По нашему предприятию. Санитарная очистка города ведется по графику, с лавасными регламентами ведутся работы на полигоне. Начали мы работу с населением частного сектора, дифференцировать варианты по сбору по улицам. Мы с этой недели применяем, наверное, придут, возможно, жалобы. Применяем поддомовой сбор. Поддомовой сбор дает нам повышение ответственности части абонентов, которые, имея договора, не проводят оплату за наши услуги. Машина когда едет, едет контролер со списком. И там, где есть договор и большие задолженности, мы проезжаем на адрес мимо. Раньше это было, ну, заправился в куче, он там обезвлечивался, и мы за этих людей просто вынуждены будем выбирать, то есть и собирать. Сейчас мы пробуем вот таким образом. Это те улицы, будем говорить те, которые имеют большие протяженности. Начали мы работу также с уличными комитетами по вопросу в будущем установки новых контейнеров, которые мы получим. Это там, где более благоприятные условия, и там, где больше всего люди платят нам, где большой процент оплаты, там мы будем пользоваться закрытые контейнера в местах, где были кучи мусорные. Для того, чтобы люди почувствовали, увидели какие-то изменения, чтобы стало чище. Что хочется сказать? Очень большое количество абонентов наших в исправном платье, за что им большое спасибо. Но есть абоненты, которые, получая субсидию на нашу услугу, умудряются еще и при этом иметь задолженность по 200-300 гривен, учитывая же стоимость услуги в государственном секторе 6 гривен, в частном секторе 8. Хочу предупредить, что мы готовим списки направлений судзакиста, тех, которые не платят нашу услугу. По результатам были проведены, сданы выводы, сделаны выводы. И, скорее всего, эти люди могут потерять субсидию не только на услугу чистого места, но и на водоснабжение, на газ, на свет, на все, на то, что субсидия у них начислена. Поэтому у меня просьба, чтобы не было вид недоразумений и обид. Такое обстоятельство будет иметь место. Мне просьба уплачивать все-таки ту небольшую стоимость услуги, которую мы предлагаем на сегодня. Примерно так. По тарифам. Тарифы пока действуют старые, если я правильно понимаю, да? Тариф, который мы предложили на обсуждение громады, он просто предложен на обсуждение громады. Выдержав всю процедуру, собрав все замечания возможные, которые должны быть учтены, в лучшем случае, значит, он может быть применен с 1 января будущего года. Пока действует исцеление, есть звонки, мы на них отвечаем, все звонки фиксируются. Письменных обращений, насколько я знаю, пока не поступало у нас. Тариф опубликован в газете «Желтоводские вести», да, если я правильно понимаю? И он примерно будет сколько новый? На рубль 70 подорожает от предыдущего. 7,74. По предприятию задолженности? Текущей задолженности по заработной плате и по налогам нет. Есть старые долги, которые мы потихоньку закрываем. Это и единственный внесок, что очень важно закрыть, поскольку это на пенсии людей и на все влияет. Есть штрафы по этому налогу, есть мысли, но потихоньку мы его закрываем. А и контейнера новые, когда будут приобретены? Контейнера изготовлены, и они находятся в городе Запорожье, уже покрыты, оцинкованы. Единственное, сегодня мы разговаривали, они в этом месяце, наверное, не успевают нам их перевести по соображению логистики. Наверное, это будет в начале декабря. Но срочности как таковой не вижу, поскольку не вышел автомобиль, который может управлять этими контейнерами. Поэтому мы их даже если не получим срочно, то они все равно будут стоять у нас на базе, пока что без движения, потому что мы не можем пока ни поднять, ни перекинуть. Но как только выйдет автомобиль, который стоит у нас, Форд. Виктория, что там у нас, Виктория, по автомобилям? Оба града. Оба града, если вы? Понятно. Ну, контролируйте, что-то попозже, если вы решили. Так.